В Лазаревском мальчик выбежал на улицу и на глазах у бабушки упал в ливневую канаву. Ребенка потоком вынесла в море. Там тело было найдено спустя несколько часов. Накануне отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан. Администрация Сочи выразила соболезнования семье и оказала всю необходимую помощь. Тем временем специалисты обследовали место ЧП по улице Октябрьской в Лазаревском. Еще в начале 60-х годов были проложены ливневые канавы. Это траншеи открытого типа, которые проходят с одной стороны практически по каждой улице поселка. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневой коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, а остальная его часть кратковременно затопила проезжую часть улицы, что не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем. Согласно изысканию инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты. Наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, поскольку в случае залповых ливней, которые характерны для Сочи, решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить источником угрозы жизни и здоровью людей. Полное же отсутствие таких канав может привести к затоплению домов, как это уже произошло в поселке Тхагапш в 2016 году. Подобный случай произошел в этот же день в районе села Пластунка. Взрослые вместе с детьми решили перейти вброд поднявшуюся после дождя реку. Выбраться из водоворота удалось только взрослым. Детей разыскивали больше двух суток. Поиски не прекращались даже ночью. Спасатели, полиция, казаки, волонтеры патрулировали береговую линию от места, где пропали дети, до устья реки. Погибшую четырехлетнюю девочку спасатели обнаружили в районе пляжа 73-й километр. Тело ее старшего брата было обнаружено при помощи вертолета неподалеку от бывшего спорткомплекса «Спартак». Власти города принесли семье погибших детей искренние соболезнования.